Завтрашний день новостей Журналисты – это охотники и сборщики информации Доброе утро, Клодия, Найджел, Ку. Ну, что сегодня в мире? Привет, Анна. Пока спокойно. Большинство новостей в режиме автоматического обновления. Всю ночь следили за мировыми рынками по мере их открытия, отслеживали реакции на вчерашнее объявление о новых правилах безопасности для генетически модифицированных пищевых продуктов. Сделали отличный анализ для подписчиков утренних электронных изданий со ссылками на сайты производителей. Министерство обороны примерно через час представит новый истребитель. Мы даем все аспекты этой новости, от политических дебатов до технических чудес. Все, что может интересовать слушателей. Еще в силу вступил новый транспортный план городского совета. Мы организовали информирование всех наших клиентов о маршрутах из дома на работу. А если они заблудятся, могут позвонить по мобильному и получить информацию в автоматическом режиме. Ну и, конечно, мы следим за ситуацией на дорогах. Неизбежны пробки. А чем больше все меняется, тем меньше перемен. Посмотри-ка, это что? Только что появилась новостная схема, аэропорт, подробности. Международный аэропорт Бостоне задерживает или отменяет все рейсы, как для взлета, так и для посадки. Информационный пульт уже отправил предупреждение по электронной почте нашим подписчикам, а также на персональные принтеры, профилированные на Бостон, путешествия или аэропорты. Посмотрим карты погоды по США. Странно, никаких проблем на восточном побережье. Может, свяжемся с Бостоном и попробуем выяснить, что происходит? У меня предчувствие, что все это неспроста. Если ты возьмешь на себя остальной поток новостей, я сам займусь этим. Договорились. Загляни в информационную базу, поищи интересный поворот темы. Можно использовать что-то от прошлого раза, когда освещали аэропорт. Уже занимаюсь. Прекрасно. В 8 часов 40 минут утра. Летучка. Если нет особых проблем, я отключаюсь. Заканчивайте летучку сами. Следите за реакцией на наши анонсы по школьному совету, к чему проявляет интерес читателя. Это определит ваши задания на сегодня, но дебаты по контракту мы должны освещать в любом случае. Можно следить за событиями через виртуальную сеть отдела новостей, а очередность определите по ленте на сайте. Пока. Анна, предчувствие тебя не обмануло. Посмотри на новостную схему. История с аэропортом развивается. Отмены рейсов и опоздания в Англии хитро и в Гонконге. Что потом у него происходит? Через секунду узнаем. На связи наш корреспондент в Бостоне Тарик Мэтьюс. Привет, Тарик. Тарик, что ты можешь нам рассказать? Привет. Официальной информации пока нет, но в аэропорту мне сказали, что система контроля за полетами заражена компьютерным вирусом. Похоже, это троянский конь, который внедрился в список пассажиров и может распространиться на другие аэропорты. Поэтому все полетные отменены, пока ситуацию не возьмут под контроль. У нас уже есть сообщения из Европы и Азии о задержках рейсов. Ну тогда попробуйте получить подтверждение из других мест, пока я не хочу распространять эту информацию. Если история не подтвердится, потом будет очень трудно разъяснить ситуацию. Мы этим займемся. А пока дай нам несколько видеоклипов и звук реакции пассажиров и представителей авиалиний для кабельной сети. Ну, прежде всего, материал для электронной почты и личных принтеров. Три фразы, но чуткие и точные. Я все понял. Прислать тебе на помощь журналиста с видеокамерой? Нет, если вам нужны видеоклипы, я сделаю сам. У меня все электронное оборудование с собой. Окей, ждем. Пока, Тарик. 9 часов 26 минут. Аэропорт Логана, США. Похоже, что все задержки из-за компьютерного вируса в системе контроля за полетами. С ума сойти. Я считал, что с новыми компьютерами опоздание станет меньше. Пассажирам ничего не объясняют. Если бы не предупреждение к по мобильному телефону, я бы представлений не имел, что происходит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИ, если мы будем делать сюжет про аэропорт, историю про генетически модифицированные продукты, придется сдвинуть. Анна, пришел материал от бостонского корреспондента. Я уже положил его репортаж в систему последних новостей, а сам заканчиваю обработку всех материалов и делаю программный пакет. Материал пойдет на сервер для автоматического распространения по факсу и для публикации на сайтах. Минутку. Тарик, да, я здесь. Так, так, так. Молодец. Анна, видеорелиз Интерпола выходит в интернете в 10.30. Они подтверждают, что это вирус, и им удалось арестовать хакера. Здорово. Смотри, у нас в аэропорту тоже начались задержки рейсов. Сюжет становится локальным. Конференция отдела информации. Группа ПСИ-1. Я выпускаю электронное предупреждение. Электронное предупреждение. Троянский конь. Причина закрытия аэропортов. Остановлено все воздушное сообщение. Специальный репортаж через 6 минут отсюда или через интернет. newssource.com Итак, внимание, с этой минуты аэропорт – главная новость на всех платформах. Отдел публикации онлайн. После всех видеоматериалов давайте ссылки на главную страницу. Поставьте на нее меню со ссылками для получения информации о других возможностях передвижения. Отдел беспроводной связи. Отправляйте аудио и видео информацию прямо на мобильные телефоны подписчиков. Ку уже выпустил электронное предупреждение. Давайте посылать и уведомления о материалах на сайте. Пусть вспомогательное подразделение подключится к видеорепортажам, как только они появятся, чтобы расшифровать их и распечатать. Им также следует поискать в базе данных общую информацию о компьютерных вирусах, управлении полетами и других смежных темах. Мы выложим их на сайт, а также отправим на серверы и для факсов и электронной почты, чтобы подписчики, если хотят, могли скачать информацию и распечатать ее. Здорово. Прекрасная идея Ку. Дайте объявление об этом выпуск для пассажиров пригородных поездов, которые возвращаются домой с работы. Анна. В нашем аэропорту уже работает одна из мобильных групп отдела местной информации. У них есть необходимое оборудование, чтобы предоставить материал всем СМИ, включая интерактивную кабельную сеть. Прекрасно. И последнее. Пусть специальная группа займется подготовкой аналитического материала для программного пакета. Главный редактор уже прислал свои идеи. Справьтесь у аналитического отдела. Какие запросы они получили от читателей? Ясно, что надо заняться финансовым аспектом. Как эта история отразится на инвесторах? Еще нужно интервью со специалистом по компьютерным вирусам. Эта тема станет главной в местном, международном и финансовом печатных выпусках. Давайте, ребята, за дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Завтрашний день новостей создан по инициативе Центра Ифра по развитию информационных операций организации, которая разрабатывает прогрессивную редакционную стратегию и информационную технологию. Задача этого фильма – спровоцировать дискуссию о новых методах работы журналистских организаций в сфере информации. Представленные здесь технологии и организационные концепции являются экстраполяцией существующих разработок. Ни Ифра, ни Ифра, ни Ифра, ни Ифра, ни другие создатели фильма не гарантируют того, что показанное здесь оборудование действительно существует и функционирует. Тем не менее, лучший способ предсказать будущее – придумать его. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok